Я хотел бы представиться, меня зовут Букреев Никита Сергеевич, я генеральный директор компании Sensory Lab. Мы в Сколково, резиденты, занимаемся нейромаркетинговыми исследованиями. Если брать область, что такое нейромаркетинг, он приходит из рынка нейротехнологий. Наверное, вы сейчас слышали про дорожные карты НТИ, про рынок нейронета, про технологии будущего, которые связывают компьютеры и мозги человека. То есть это некоторый такой синтез электроники и биологических живых объектов. Это примерно про эту сферу, про эту область. Ну и, естественно, мы для того, чтобы выполнять свои функции организационные, у нас есть, скажем так, компетентные люди и в электронике, и в программировании, и в математике, и в психологии, и в нейрофизиологии. То есть это такая некоторая область, которая объединяет в себе множество разных дисциплин. И это то, о чем, по сути, сейчас в последнее время очень часто и много говорят о том, что необходимо ученикам давать те компетенции, которые были бы на стыке разных дисциплин, которые бы позволили бы дальше формировать какие-то профессии, которые сейчас нам в ближайшие 5-10 лет могут быть востребованы. Ну, я родился в 90-х годах, и для меня, скажем так, существует некоторая такая более-менее понятная проблема. Это проблема, связанная с демографическим кризисом. У нас, ну, большинство учителей в школах, педагогов, я себя тоже таковым причисляю, я и в университете поработал несколько лет, я преподавал, вел семинарские занятия, по образованию у меня тоже, я психолог-педагог, поэтому для меня это понятно, и я это ощущаю тоже на себе. Я понимаю, что для того, чтобы передавать знания следующим поколениям, необходимо выстраивать мостики между теми поколениями, которые сейчас растут, и прошлыми поколениями, у которых есть опыт. И в этом плане наша возрастная группа, там, с 93-го, начиная там по 98-й год, находится в некотором таком, ну, как, скажем так, в дефиците, да. Это тот мостик, который, по сути, передает некоторые знания, но нас немного. Но, естественно, большинство людей, ну, наверняка не заняты педагогикой, они занимаются чем-то другим, и у них совершенно другие какие-то, значит, цели, задачи в жизни. А у тех, кто эти знания транслирует каким-то образом, у них, соответственно, объем учеников, по идее, должен быть большим, возрастать. Когда мы говорим про передачу информации, значит, между разными поколениями, и видим в этом большой разрыв возрастной, то всегда возникает ситуация, что психологически ученик, значит, он получает информацию от старшего поколения, которое намного его старше, и он немножко иначе воспринимает эту информацию, нежели чем эту информацию ему преподносит человек, там, чуть старше его, да, или человек, который, ну, находится где-то посередине, да, между старшим поколением и тем поколениям, которые мы обучаем. Мне кажется, что это большая проблема, которая нас будет сопровождать еще какое-то время, и здесь необходимо вырабатывать какие-то инструменты для работы с этим. И вот мне кажется, что электронная площадка для передачи таких знаний, она является некоторым, ну, очень неплохим механизмом в тот момент, когда ученик, имея способность к самообучению, пользуется этими курсами и каким-то образом осваивает их. Ну, это, конечно, некоторый такой идеал ученичества, когда человек действительно сам самостоятельно пытается что-то постигнуть. И для того, чтобы, ну, на мой взгляд, да, вот здесь вот взгляд в будущее, естественно, я говорю со своей позицией, потому что другой позиции я, как бы, я пока не видел, я, ну, не знаю, то есть я еще молод, у меня еще вся жизнь впереди, и наверняка я буду как-то менять свою точку зрения насчет этого, но тем не менее. И мне кажется, что самое важное в процессе обучения – это вдохновить ученика для того, чтобы он, соприкоснувшись с неизвестностью, с тем, что он не понимает, не знает, начал самостоятельно и активно изучать ту предметную область, которая ему интересна. И в рамках нанотехнологий наша предметная область, она находится, как и для психолога, как и, наверное, для нейрофизиолога, как и во многом, наверное, для программиста, за пределами того, что человек может увидеть. Мы биологические существа, и у нас вся наша активность, деятельность, она строится на активности нашего мозга. Для физика, значит, его предметная деятельность находится вне зоны его видимости. Он не видит, что находится ниже планковских величин. Он не знает, он не может это увидеть своими глазами. И в прошлом веке, как мне кажется, состоялось самое удивительное и невероятное открытие для нашего всего человечества, не побоюсь этого слова, когда оказалось то, что, ну, это и было и раньше известно, но что эти величины можно каким-то образом изучать, измерять, и там есть какая-то своя очень сложная, но интересная математика. И, ну, вы наверняка знаете этих людей, преподаете в школе, кто физикой занимается. Мы все понимаем, что мы находимся в этой предметной области. Примерно в те же самые года в психологическом учении, значит, в психологии образовался кризис. И стало понятно, что тех знаний о психике человека стало недостаточно для того, чтобы каким-то образом объяснять эту действительность. То есть мы столкнулись с очень глобальной проблемой, с проблемой понимания того, что такое сознание и как оно функционирует. Я привожу эти две параллели для того, чтобы, скажем так, показать, что именно открылось в то время. А в то время открылся невероятный мир воображения человека, причем воображение не детского, а воображение взрослого. И люди, которые ученые, которые занимаются наукой, они стали рассуждать и думать о том, чего они не видят и не знают, и представлять себе те материальные объекты, которых не бывает. Ну, может быть, и не бывает, а может быть, и бывают, да, по теории вероятности. И мне кажется, это самое удивительное, что могло произойти. Здесь есть вот этот мостик, переход между тем, что человек изучает в повседневности, между тем, что он видит, и тем, что на самом деле происходит на уровне микрообъектов, на уровне нанообъектов, на том уровне, который мы не можем увидеть глазами. И вместе с тем, да, вот сейчас мы говорим про еще один разрыв, да, разрыв возрастной. И у нас есть вот такие вот, скажем так, области, которые мы не знаем, как состыковать. И, опять же, да, мне так кажется, что именно путем усилий, труда, того, что мы можем соединять вот эти вот области, которые мы не знаем, как их соединить, но с помощью каких-то определенных попыток мы сможем найти какие-то новые профессии, которые ранее могли быть недоступны для нас и для нашего понимания. Я сейчас объясню на конкретном примере, что я имею в виду. Вот произошло это открытие, да, этот удивительный и загадочный мир начал будоражить воображение людей. Вы наверняка знаете, сколько было комментариев по поводу этих открытий и того, что невозможно просто так без внутреннего волнения обсуждать эту теорию, теорию неопределенности Гейзенберга, квантовую механику. Мы не знаем, как это работает, но это как-то работает, и это как-то воображение будоражит. При этом у нас есть понимание того, что наш внутренний мир, так или иначе, человеческий, он все равно тесным образом связан с нашими процессами мышления. Мы перешли теперь из области макрообъектов в область микрообъектов. И для того, чтобы объяснить нам эту реальность, нам теперь не хватает наших психологических знаний и компетенций о наших объектах, которые нас окружают. Сейчас речь идет о таких структурах, которые мы не понимаем, как объяснить. Но нам это нужно сделать, потому что если мы не выработаем такого инструмента объяснения, то мы не сможем нашим последующим поколениям рассказать, как устроено это. То есть здесь очевидная проблема, которая связывает и психологию, и наноструктуры. То есть здесь понятно, что должен быть какой-то инструмент. Естественно, сейчас идет огромный рост различных, и вот что мне очень нравится, подходов в арт-сфере. Пытаются показать это с помощью искусства, с помощью разных арт-объектов. Пытаются показать, как устроена эта квантовая запутанность, что происходит в этом микромире. Мне кажется, это очень интересный подход. Такой подход сейчас продвигают наши товарищи Илья Вальнов в Политехническом университете. У них есть целое направление Art and Science. И для школьников это очень, мне кажется, интересное направление, где они смогут себя и творчески реализовывать, с одной стороны. С другой стороны, и какие-то практические навыки оттачивать с точки зрения программирования объектов, с точки зрения их создания и так далее. И вот на этом происходит как раз синтез новых форм восприятия реальности, которые, в свою очередь, дают нам возможность увидеть этот мир немножко со стороны, немножко иначе. Мы начинаем понимать, что за пределами того, что мы понимаем, есть еще какое-то знание, и это позволяет нам увидеть наш мир с другой стороны. Мы сейчас говорим о таких вещах, которые для школьника могут быть непонятны, но интуитивно дети все равно стремятся к познанию. И у них есть определенная картина мира. И если в этой картине мира все сложено так, как в науке есть, то можно сказать, что это, наверное, гений ребенок, если он все четко понимает. Но если у него нет понимания того, что в этой картине мира где-то еще есть какие-то области, которые он не знает, то вряд ли он будет изучать природу, окружающий мир, который находится рядом, с каким-то рвением и энтузиазмом. Он будет, как робот, отвечать на вопросы, хорошо писать ЕГЭ, сдавать это все, но у него не будет реальной тяги к открытию каких-то новых знаний, что сейчас как раз в нанотехнологиях очень не требуется. Здесь вот основной вопрос. И со стороны когнитивных наук и нейронаук я понимаю, что у нас существует междисциплинарный подход. На нейронауке они изучают психологию человека, они изучают мозг человека, то, как человек разговаривает. Там есть философские аспекты сознания, там есть программирование для того, чтобы можно было создавать потом киборгов и роботов. И такая же предметная область есть и в нанотехнологиях. Это синтез, сплетение наук. И на мой взгляд, что если встречаются... Когнитивные науки – это междисциплинарная область. Нанотехнологии – это абсолютно точно междисциплинарная область, которая рождает новые профессии. Но если взглянуть еще дальше и понять, что через какое-то время датчики, которыми мы пользуемся для снятия ЭЭГ, для снятия биологической активности мозга, для того, чтобы фиксировать пульс, ритм сердца, кожно-гальванические реакции, они превращаются, минимизируются настолько, что мы сможем... Это будет уже наша повседневность, мониторинг здоровья. У нас будет все это в таком цифровом виде. Что, кстати, многие боятся и переживают. Наверное, где-то здесь есть правда. Если эти две области соединятся, что будет дальше? Какие будут профессии рождаться на этом фоне? И сказать, что мы свои технологии создаем новую профессию, я бы побоялся, но я бы хотел предложить некоторую, скажем так, рассмотреть такую профессию. У нас идет синтез разных наук. У нас есть психология, это понимание человеком самого себя, окружающего мира и людей, которые живут, и животных биологических. Человек понимает их, у него есть нанотехнологии. Я разработал курс электронный нос. Там показано, что с помощью специальных датчиков мы можем в какой-то момент прийти к тому, что мы сможем заменить свой обычный нос, обонятельный орган, на электронный. Мы подключимся к системе, расширим таким образом свои возможности восприятия запахов. Сейчас уже существует бионическое замещение, делают глаза, кахлеарные импланты, уши вы наверняка тоже слышали, знаете, тоже ставят такие импланты и заменяют слух. Когда человек превратится в такого киборга, когда он сможет расширить свой диапазон, как это будет профессия называться, если у человека не будет возможности анализировать и интерпретировать эту информацию каким-то своим особым способом? У него не будет своей психологии, он будет роботом. То есть это будет просто машина биологическая. А что если мы добавим сюда психологии и скажем, что этот человек воспринимает своим способом, и он видит и понимает психологию того, как разные сенсорные стимулы, как запахи воздействуют на человека, как воздействует на человека свет, звук, как это воздействует все в синтезе, и каким образом мы можем, например, применять эти технологии для регуляции собственных состояний, для помощи в реабилитации людей и так далее. То есть у него появляется новая предметная область изучения своего внутреннего состояния, того, как оно меняется, с тем, какую информацию он воспринимает. Вот это, скажем так, те точки пересечения, которые находятся между, как мне кажется, вот этими двумя областями наук, нейронауками и нанотехнологиями, что, наверное, будет очень интересно посмотреть в будущем, как это все будет. И, наверное, такая профессия, она будет как-то называться. Мы видим название примерно такое. Это сенсорный аналитик. У нас в лаборатории есть специальный лабораторный комплекс, который позволяет проводить исследования воздействия звуком, цветом и запахом на человека. Мы собираем в этот момент, когда происходят такие воздействия, информацию о том, что именно воздействовало, и какая реакция была у человека, как это можно применять. Мы находимся сейчас в этом замечательном технопарке. Здесь есть определенные запахи, здесь есть определенное световое сопровождение, есть определенная акустика. Мы все это видим, понимаем. И мы также можем эту информацию записывать и воспроизводить, например, у нас в лабораторном комплексе. То есть таким образом у нас появляется некоторый инструмент профессии. Мы можем записывать информацию, потом ее воспроизводить. И, естественно, третье – это когда мы уже знаем и понимаем, как именно воздействует на нас окружающее пространство, как на нас воздействуют какие-то конкретные запахи, как воздействует цвет. И мы понимаем, что от этих параметров будет меняться состояние человека. И вот мне кажется, что такая вот профессия будущего, она может существовать, когда человек будет понимать, как он связан с этим пространством, которое его окружает, в том числе и на уровне запахов. А запахи, как вы, наверное, можете догадаться, это нано-уровень. Спасибо большое. Мой доклад закончен. Субтитры создавал DimaTorzok